Рязанская область 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 оснащена, более лучше иметь подъезды, все с тем, чтобы давать еще и полевую выучку специалистам. Поэтому вот эти темы мы обсудили. Я думаю, взаимопонимание у нас есть, будем дальше продолжать работать. Ко всему прочему, в стенах Академии открылась выставка, на которой представлены образцы новой формы одежды для осужденных, макеты исправительных учреждений нового типа, выпускаемые предприятиями уголовно-исполнительной системы продукции, а также современные технологии, связанные с обеспечением охраны и безопасности. Обратите внимание, что в данной системе полностью проинтегрирован беспилотный летательный аппарат и при пересечении периметра беспилотник занимает позицию над сработавшим датчиком, оператор имеет возможность управлять им мышкой на клавиатуре вправо-влево, потом нажимает кнопку посадка, беспилотник сам полностью автоматически осуществляет посадка. Официальная часть форума завершилась конференцией, на которой ее участники отвечали на все интересующие прессу вопросы. Также сейчас в Рязани активно идет установка железных ограждений вдоль оживленных дорог и рядом с пешеходными переходами. По словам инспекторов ГИБДД, эта мера позволит снизить аварийность и число дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, ведь по-прежнему многие горожане переходят через дорогу в неположенных для этого местах. Кажется, наконец наступила настоящая зима. Вот только водители это не очень радуют. Пробки из-за выпавшего снега, плохая видимость, да еще и пешеходы перебегают дорогу не там, где положено, а там, где вздумается. Кстати, для предотвращения подобных вольностей нормативными актами предусмотрено ограждение около каждого регулируемого перехода. И вот теперь их установка полным ходом идет в нашем городе. Отдел ГИБДД по городу Рязани данный вопрос совместно с прокуратурой подняли и по решению суда обязали администрацию города устанавливать данные пешеходные ограждения. До конца этого года планируется установить более четырех погонных метров ограждений. Для этих целей администрации выделено 5 миллионов рублей. Но что значит деньги по сравнению с человеческими жизнями, которые эти сооружения помогут спасти. За 11 месяцев этого года на территории областного центра произошло 314 наездов на пешеходов. В них 19 человек погибло и 309 получили телесные повреждения. 154 происшествия случились по вине пешеходов. Именно вина в чем? В том, что они переходили проезжую часть в неустановленном месте, в том числе и рядом с пешеходными переходами. Необходимость установления подобных ограждений понимают и приветствуют как пешеходы, так и автолюбители. Для того, чтобы не шлепали, где попало. А как вы считаете, как бы нужно действительно полезно? Нужно, нужно. У нас такие мы бабки-то. Конечно, нужно и полезно. Для этого есть светофоры и есть переходы. Люди иногда 10 метров не могут пройти, чтобы пройти по переходу. Переходов и так достаточно много. Поэтому все правильно. Я считаю, даже очень будет удобно для пешеходов. Хотя бы по дорогам бегать не будут. Остается надеяться, что нашим гражданам не придет в голову преодолевать и эти препятствия на пути к нарушению правил дорожного движения. Особенно сейчас, когда на дороге нужно быть крайне осторожным и пешеходам, и водителям. Хочется обратиться ко всем водителям нашего областного центра в связи с погодными условиями воздержаться от управления личного автотранспорта. Вот если есть необходимость, то соблюдать несложные правила, которые помогут безопасно управлять машиной зимой. Это уменьшенный скоростной режим, соблюдение дистанции до впереди идущего автомобиля, боковой дистанции, ну и естественно повышенное внимание. На сегодня все. Хорошего вам вечера и до встречи в эфире.